Большинство аспектов мы можем контролировать самостоятельно. Мы контролируем себя в пределах собственного тела. И, конечно, каждый хочет совершать хорошие поступки. Но почему кто-то поступает хорошо, а кто-то плохо? Возможно ли с помощью духовности сделать так, чтобы все поступали хорошо? Дело в том, что не существует хороших или плохих поступков. Если посмотреть на это внимательно, то не существует хороших или плохих поступков. Люди совершают действия. Некоторые из них приводят к печальным последствиям, некоторые — к благоприятным. Вот и все. Каждый человек стремится к своему счастью. В этом стремлении на планете совершается очень много разных действий. Сейчас нам кажется, что Индия развивается, как и весь мир. Если спросить об этом индийских насекомых, которые тоже являются жителями этой страны, они скажут, что по отношению к ним мы совершаем чудовищные поступки. Если спросить птиц, они скажут, что по отношению к ним мы совершаем чудовищные поступки. Спросите любых существ на этой планете, все они ответят, что мы самые ужасные создания на этой планете. Да или нет? И в то же время люди по всему миру заявляют, что верят в Бога, что все его создания равны и так далее. Вы все это уже слышали. Итак, что такое хороший поступок? Такого понятия не существует. Каждый стремится к собственному счастью. Знаете, каким был самый высокий титул у мужчин-тамилнада в древние времена? В то время говорили «Тот, кто сразил тысячу слонов, вот великий человек». Бандит Виропан был на полпути к этому титулу, но его признали преступником и застрелили. Итак, и хорошее, и плохое существует в контексте определенного времени и общества в конкретный период, поэтому мы определяем хорошее и плохое, исходя из последствий, а не самих действий. Вы, врачи, разрезаете тела других людей. Это похоже на убийство, но у вас благие намерения. Если последствия положительные, это хирургия, а если отрицательные, это убийство. Не так ли? Нож один и тот же. Да или нет? Вопрос в том, каковы ваши намерения и какие последствия вы создали. Около 20% своего времени, ресурсов и энергии мы тратим на работу с тюрьмами Южной Индии и США. Меня часто спрашивают садгуру, почему вы уделяете столько времени преступникам? Мы вас все время ждем, совсем вас не видим. Я не вижу никаких преступников, я вижу только людей, каждый из которых стремится к счастью. Человек, которого вы называете преступником, также стремится к своему счастью. Он просто делает это гораздо более рьяно, чем вы. И не вам, врачам, их судить. Из-за них без работы вы не останетесь. Все дело в последствиях конкретного действия. Поэтому я сказал, если вы действуете, опираясь на свою человечность, а не по шаблону, если вы будете думать о последствиях, которые наиболее благоприятны для всех, вы будете делать то, что необходимо. Разве не так должно быть? Поэтому не нужно определять свои действия, как хорошие или плохие. Если вы руководствуетесь человечностью, то всегда будете стремиться к благоприятным последствиям длины большего числа людей. Тогда в основе ваших действий будет разумность, а не мораль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok